Девчонки, продолжаем с вами делать обзор на Самвелла Адамяна и его семейку, а в частности на его мамку любимую. Обещала по поводу Игорька поговорить, когда он в гости приходил и поздравлял Самвелла, но не могла удержаться. Здесь Самвел написал название, вареники паровые с малиной они готовят, написал, я в шоке. Посмотрела я этот влог, я тоже в шоке, поэтому делаем сначала обзор на видео с мамкой. Ребят, там не только я в шоке, я думаю, вы тоже все посмотрели, эмоции через край. Недолго музыка играла, хочется сказать. Знаете, обещал не снимать шупечку свою, не раздражать зрителей, чтобы не слышали люди вот этого ора, крика, проклёна. Это же какой-то просто кошмар и ужас, но не удержался и продолжение следует. Вот она, любимая на экране. Все должны её лицезреть, а главное, все зрители должны выслушивать этот бред сивой кобылы, который она несёт. И правда, там читаю, девочки пишут, не могла досмотреть до конца. Люблю, пишет какая-то женщина, приготовление смотреть, рецептики какие-то, вот когда идёт готовка на кухне. Всё это очень интересно. Но как орёт эта мамаша, разболелась голова, выключила. И такие комментарии не единичны. И сам Самвел видео тоже самое озвучил. Говорит, господи, да не кричи, голова уже болит. На что последовал тут же ответ от мамаши, ничего, болить-переболить. Ребят, у неё ничего не болит. А что там у сына болит, то её вообще не интересует. Не чешет ни с одной стороны. Ей пофиг вообще на всех людей, родных, близких, друзей. Главное, вот она я, королевишна. Отрастили ей, просто вырастили эту корону на голове, которую правда скоро придётся поправлять лопатой. Но, как я обычно говорю, всё по порядку. Вареники. На кефире тесто. Мама, а ты умеешь замесить тесто на кефире, спрашивает Севка у мамаши. Конечно, умею. Ты, Самвел, начи привезенный. Ты шо, улыбается. Улыбка ехидная, неприятная. Ну, давай, делай. Пусть не Надя делает, говорит Самвел, тесто. Давай, замеси тесто. Да сейчас, девочки. Что она умеет? Что она знает? Мы уже не впервые с этим сталкиваемся. Видим, что человек прожил всю жизнь. Она ни черта не умеет. Самые элементарные вещи в муку налить кефира. Посоли. Она и это не может сделать. Да сейчас. Ага. Грубит постоянно. Надя на подхвате. Всё время её выгораживает. Сглаживает эти углы. Делает из себя такую пай девочку. Наденька, как будто не при делах. А что? А что? Всё хорошо. Мы с Васильевной, ребят, такие подруги. У нас всё замечательно, прекрасно. Севка, конечно же, девочки, я прекрасно понимаю, уже все мы с вами знаем. Он троллит эту мать, он её драконит, провоцирует, чтобы она выдала эту эмоцию. Почему-то Самвел считает, что у него будет то ли больше просмотров, то ли зрителей хочет этим как-то ещё дополнительных привлечь, активность увеличить на канале. Но невдомёк человеку, что это, наоборот, отталкивает зрителей. И у меня даже на канале столько девчонок пишут, что это смотреть невозможно. Раньше, когда Самвел вёл канал один со своими друзьями, приятелями, знакомыми, это было интересно смотреть. Он был не такой наглый, он не хамил, он всё время пытался любую ситуацию преподнести в юморной шуточной форме. Да, дурковал, да, это как-то было всё, ребята. Вы знаете, непосредственно легко и смешно, но то, что происходит сейчас... И очень много советов. Убери, мать, с экрана. Убери Самвел её с экрана. Сплошная злость, негатив. И это не наиграно. Девочки, вот это ключевая фраза, которую я хочу сказать. Она же не играет роль. Она такая, какая она есть. Я не представляю, как с такой злостью ко всему окружающему миру можно прожить всю жизнь. Ребята, вы слышали её отношения? В очередной раз, каждую серию из видео в видео отношения к Ольге Леонтьевне. Боже мой, эта бабушка Леонтьевна, она даже не догадывается, что есть такая ненависть в этой старушенце и Васильевне сидит, живёт, развивается. Она её вырастила до масштабов грандиозных. За что она её так ненавидит? Ой, ты як приезжаешь, говорит Васильевна. Вона прыгая коло тебе, вот так зубы свои показывает. А что здесь плохого, когда человек радуется? Радуется приезду другого человека, в частности Самвелла. Когда у неё улыбка до ушей, когда она улыбается, у неё очень красивая улыбка. Давайте скажем об этом слуг. Я сейчас про Ольгу Леонтьевну. Да, возрастной человек, да, за 80, но когда её Самвелл снимает, да, любой. Коля показывает, она очень позитивная. Даже своими какими-то матючками, которые вставляет, смотрится это и воспринимается с позитивом. Никогда Васильевна своим скудным умишком не поймёт разницу. Ты бы, Самвелл, хоть когда-нибудь продемонстрировал своей матери видео с ней? Вот последнее, с этими варениками. И сказал бы ей, мама, посмотри на себя со стороны. Без зрителей не надо, наедине, вдвоём. Мама, посмотри на себя со стороны, как ты себя ведёшь. Именно вот это твоё поведение так раздражает всех зрителей. Продолжает её троллить. А вот мы поедем к Наде в село. А это просто из штанов выпрыгивает. Шубечка, она злится, ядом так и брызжет. Куда? Село? Ой, шо там снимать? В том селе? Шо там? И Ехидна опять надсмехается. И Надя всё это проглатывает. Просто со словами, с оговорочками. А шо? Я люблю село. Самвелла, ты любишь село? Самвелл говорит. Да, люблю, поснимаю и курочек, и хозяйство, и бабушку, как в доме. Капузняк можно сготовить. Это никак угомониться не может. Какие-то сравнения, какие-то гадкие такие, знаете, свои эмоции. Всё время она выдаёт, не стесняясь. И на лице у неё всё написано. Она скрыть не может, не подозревает шубечка. Вообще у неё не хватает даже мудрости вот этой, которая должна быть присуща возрастному человеку. Она не может понять, что когда человек орёт, негативит, когда её корёжит, вот это вот лицо перекошенное, это неприятная картинка. И поэтому люди пишут негативные комментарии. До неё это не доходит. Надя спрыгивает. Приезжай ты в гости, да, только с Васильевной, только с Васильевной. Нет, Самвелл говорит, мы приедем без неё. Если она не может тебя терпеть здесь, в своей квартире, значит, почему она должна к тебе в гости ехать? Там же тоже ты, Надя, будешь присутствовать. В чём разница, действительно? Тебе мешают здесь люди, как ты объясняешь. Татьяна Васильевна, уважаемая наша. Тебе мешают, ты говоришь, что ты возрастная, 73 года, тебе нужен покой, тишина. Окей. И правильно ты говоришь. Тогда про каких гостей может идти речь? Куда собралась ехать? Самвелл ещё хлеще её подстёгивает. Мы Надю возьмём в Египет, вот мы с Колей собрались, поедем все. Артём, Света, мы с Колей Надюху возьмём с собой. Ага, сейчас! О, всё-сё-сё! Значит, вона уже выше, чем я? Ага, зачем эти сравнения? Зачем? Неужели ты не понимаешь? В своём возрасте мудрая женщина должна быть, что это шутки. Ну, перевернула бы всё в какую-то юморную форму и сказала, давай, Севка, давай, поезжай, Надю возьми, а я вам буду эсэмэски строчить. Поржали бы как-нибудь, выглядела бы умной, сошла бы за умную. Нет, девочки, она не может угомониться, она не прекращает этот словесный понос, который льётся просто через край, всё брызжет, фонтанирует. Боже мой, какая злость! Какое лицо! Впору писать какие-то картины, знаете, пугать детей. Знаете, ребят, скажу тоже своё мнение, поделюсь с вами. Не встречала, честно скажу, не для того, чтобы утрировать или преподнести Васильевну в каком-то самом негативном свете. Нет, я сейчас констатирую факт. В свои 53, да, я пожила, повстречала много людей, разных людей, но такого экземпляра не встречала. Честное слово, в таком возрасте вот таких вот бабушек я не встречала. Впору действительно уж вспомнить сказку о золотой рыбке, когда всё было у старушенцы, и всё было, а ей было всё мало, мало, мало и мало. И в этот, в Ставропольский край она собралась. Самвел говорит, у тебя что, там сын живёт? Да, как у меня там сын, поиду, поиду, подивиться. Да там ещё никто не живёт. Кто тебя туда зовёт? Тебя никто не зовёт, не приглашает. Ты с чего вдруг решила, что ты будешь являться манной небесной для людей? Ты что, лакомый кусочек какой-то, конфетка какая-то? Тебя, может быть, не хотят видеть. То, что люди говорят, это просто культурно выглядит на камеру. Я бы так сказала. Это ради приличия делалось, говорились какие-то слова в твой адрес. Люди не могут себя, не умеют себя так вести, как ты ведёшь себя на камеру. Это ты только себя уже презентуешь коброй, анакондой, змеёй и рассказываешь, как ты мышцами вздавила людей, там, человека за горло, ужалила. Это ты сама себе уже можешь давать такую характеристику. Люди так не умеют. Для людей существуют какие-то рамки приличия. Но шупечки, это неведомо, девочки. Она этого не понимает. Наварыл этих вареников, девчонки, сахара того и масла сливочного. Нафигачили и сыпят туда этот сахар и сыпят. Я уже сидела, думала, господи, когда вы остановитесь. Ведь 100% я точно знаю, так же, как и Самвел и зрители, будет она жрать эти вареники. Конечно, может быть, не на камеру. Но сожрёт она их за милую душу, уж Надя их в торбочку не возьмёт с собой, не повезёт в село, останутся они здесь на кухне стоять в квартире. Да и Самвел их есть не будет после её рук, ещё она там лепила вот эти вот вареники, он брезгливый, мы все это уже знаем. Будет она их есть, зачем столько фигачить туда сахара, сливочного масла. В общем, ребят, мне кажется, не достучаться до этого человека, до этих людей, сколько бы люди ни объясняли, ни говорили, с хорошим посылом, с добрым, не имеет значения. Как горох от стены дзенькнула и отскочила. Наукомент. До вечернего обзора всем. Пока.